всем здравствуйте уважаемые коллеги сегодня мы с вами обсудим протоколы по травме головы и пожалуй травма головы вы знаете относится к нейрохирургическим заболеваниям и тут есть два вопросика или даже больше вопросиков какая травма головы будет считаться тяжелой а какая нет плюс когда и где проходит это незримая грань когда надо вести пациентов в стационар когда не надо вести пациентов в стационар и так далее и тому подобное давайте попробуем разрушить все эти вопросы и дать на них ответы черепно-мозговая травма это собирательное понятие собирательное понятие которое включает различные повреждения костных и мягких структур головы в себя значит по мкб-10 есть куча шифров черепно-мозговой травмы если мы разбиваем с нули то это поверхностная травма волосистой части головы если с 01 то это уже открытая рана волосистой части головы имеется рано если мы обсуждаем с 02 то это перелом свода черепа если мы обсуждаем с 0 6 то это внутричерепная травма если же мы обсуждаем с 09 то это зависимости от следующей цифры будет либо множественные травмы головы либо другие уточненные травмы голове либо травма головы не уточненная это такая палочка выручалочка для вас вы можете ставить этот код и смело вести в больницу какие клинические формы нас с вами поджидают в принципе они все указаны здесь и сегодня мы с вами разберем две формы сотрясение мозга и ушиб мозга легкой степени остальные в остальные лезть мы не будем потому что это уже достаточно высо это очень тяжело очень сложно и это не вашего полета птицы увы пока что но по сути абсолютно любая черепно-мозговая травма будет вам под силу даже если вы не знаете эти пять видов форм также по классификации выделяет легкую среднюю тяжелую степень и вот здесь вам конечно необходимо ее знать если мы говорим о легкой степени то при сотрясении по шкале комглазга а если вы не знаете что такое шкала комглазга и как она определяется то вам надо пройти по этой ссылочке и посмотреть так вот по шкале комглазга легкая черепно-мозговая травма оценивается 13-15 баллов когда мы с вами дойдем до шкалы комглазга в следующем видео или если вы перейдете все-таки по всплывашке то вы поймете что это почти ничего к легкой чем ты относятся трясение и ушиб мозга легкой степени как раз то что мы сегодня с вами и обсудим что касается средней степени тяжести то здесь мы будем с вами говорить о шкале комглазга в радиусе 8-12 баллов плюс сюда будет относиться ушиб мозга средней степени подострое и хроническое сдавление мозга что мы с вами уже сегодня обсуждать точно не будем и последняя как вы поняли тяжелая степень тут шкала комглазга 3-7 баллов диффузное акциональное повреждение и острое сдавление мозга а также ушиб мозга тяжелой степени все относятся в тяжелую черепно-мозговую травму но опять же для вас важно знать что есть просто легкая средняя и тяжелая и уж поверьте разделить вы их сможете и понять что у пациента та или иная степень вы сможете непосредственно на на вызове значит если мы говорим про диагностику да то опять же я вам обещал два вида форм разобрать мы их разберем две формы разобрать мы их разберем значит клиника сотрясения головного мозга она отмечается примерно у 80 процентов пострадавших с чем-то характеризуется выключением сознания после травмы от нескольких секунд до нескольких минут то есть вы целенаправленно спрашиваете пациента терял ли он сознание и вам не важно насколько он если он его терял то у вас уже есть вот этот зеленый дан вот это вот если бы я мог накладывать эти звуки я бы накладывал а я могу таре следующее что вам необходимо понимать что у пациента будет амнезия как ретроградная так конградная так и антиградная амнезия какая-то из них обязательно будет если вы не знаете чем они отличаются друг от друга ну ничего страшного скоро выйдет видео по поводу этого и вы все узнаете значит дальше у пациента может наблюдаться рвота и причем вот есть типичные жалобы так называемые да и вот сюда относятся вот а плюс головокружение головная боль слабость шум пушах приливы крови к лицу потливость и другие вегетативные явления и нарушения сна вы спросите а при чем есть нарушение сна если мы ведем пациента зачастую люди когда ударяются головой оба что-то они не всегда вызывают скорую и есть вероятность что вас вызовут на следующий день а то и на паза следующий и человек будет отмечать что он плохо спит а если он это не будет отвечать то вы у него должны спросить как ему спится спится не так что она выставляется спать идем дальше у пациента будут отмечаться более при движении глаз это тоже очень очень типично и очень специфично поэтому и никто из пациентов вам этого не скажет только если вы у них спросите плюс расхождение глазных яблок при попытке чтения думаю тоже очень характерно что пациент будет на это жаловаться опять же если вы у него спросите дальше идем может быть побледнение и покраснение лица так называемая игра в азомоторов ну вообще это все игра в азомоторов статусе могут выявляться лоббильная не грубая асимметрия сухожильных и кожных рефлексов плюс у пациентов может выявляться мелкого размашистый нестагм легкие оболочечные симптомы исчезающие в течение первых 3-7 суток повреждение костей черепа отсутствует это очень важно но опять же это очень важно для для врачей именно уже в больнице в стационаре дальше давление цереброспинальной жидкости ее состав изменяться не будет или будет но не существенно сотрясение мозга относят к наиболее легкой форме диффузного поражения при котором отсутствует макро структурные изменения если мы будем говорить про уши мозга и про сотрясение мозга то они отличаются между собой макро структурными повреждениями мозгового вещества различной степени и опять же и опять же для вас то не совсем важно так как вы не сможете на это смотреть непосредственно до госпитальном этапе поэтому идем дальше клиника ушиба головного мозга и опять вы видите все три первых симптомы которые были там они остаются и здесь но добавляются браде и тахикардии иногда артериальная гипертензия дыхание а также температура тела без существенных отклонений неврологическая симптоматика обычно мягкая и по неврологической симптоматике мы тоже с вами пройдемся в следующих видео клонический нестагом может быть легкая ан-изокория признаки пирамидной недостаточности менингиальные симптомы это все возможно все это будет регрессировать течение двух-трех недель при ушибе мозга легкой степени возможны переломы костей свода черепа и субарахноидальное кровоизлияние это важно запомнить при ушибе мозга легкой степени ну дальше пойдут одни коттешки я вам их читать не буду потому что для вас это бессмысленно на до госпитальном этапе оказание скорой медицинской помощи на до госпитальном этапе значит в оказании скорой медпомощи пострадавшим на месте происшествия приоритетное значение имеет мероприятие направлено на восстановление и поддержание жизненно важных функций таких как дыхание и кровообращение значит когда мы говорим про дыхание мы должны восстановить проходимость дыхательных путей устранить гиповентиляционные нарушения такие как гиппоксимия и гиперкопния а а если мы говорим с вами про кровообращение а если мы говорим с вами про кровообращение здесь должно быть устранение гиповолемии и гипотонии внимание так написано в протоколах обратите внимание пожалуйста почти каждый десятый пациент с тяжелой черепно-мозговой травмой одновременно имеет и повреждение шейного отдела позвоночника пока повреждение позвоночника не будет исключено пациент должен вестись как больной имеющий травму позвоночника шейный воротник наложить обязательно то есть если вы посчитали шкалу комглазга и вы видите что это тяжелая черепно-мозговая травма то обязательно одеваем надеваем надеть одежду одеть надежду одеваем ошейник на пациента идем дальше поговорим про обеспечение проходимости дыхательных путей у пострадавшего с нарушения сознания по шкале комглазга 8 баллов и менее то есть кома должна быть произведена интубация трахея с целью обеспечения нормальной оксигенации и ликвидации гиперкопнии целесообразным является выполнение этого медицинского вмешательства врачами скорой медицинской помощи а также врачами антезиологами и реаниматологами специализированных выездных двигаться скорой медицинской помощи интубацию необходимо выполнять без разгибания шейного отдела что очень важно обычно любая интубация производится с разгибанием шейного отдела так как так намного удобнее попасть в дыхательные пути вот когда мы не разгибаем это назатрахеальный способ или оротрахеальный с сохранением оси позвоночника если состояние больного гональная или пациент находится в атоничной коме интубация трахея производится без всяких медикаментозных средств и теперь внимание для фельдшерских бригад вообще профильные выездные бригады скорой медицинской помощи должны иметь возможность пользоваться альтернативными методиками указанного медицинского вмешательства применение например двухпросветной ларингеальной трубки или по-другому комби тюб при тяжелой черепно-мозговой травме общепрофильным выездным бригадам скорой медицинской помощи целесообразно вызывать себе в помощь специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи по анестезиологии и реанимации и вот здесь я вижу у вас не мой вопрос что такое комби тюб и пожалуй у меня есть на него вполне мой ответ трахея пищеводная двухпросветная трубка комби тюб которая предназначена для проведения экстренной интубации в целях обеспечения проходимости дыхательных путей устройство гарантирует быструю интубацию при которой вентиляция легких начинается сразу изделия используют для внебольничной и стационарной помощи службах скорой помощи медицин и катастроф и бригадах службы спасения значит смотрите я обзвонил сейчас своих товарищей которые работают по скорой в области ни одна бригада не оснащена этой штукой они были оснащены только в три месяца когда у нас проходили чем-то от мира вот тогда была эта штука теперь ее нет и это очень плохо потому что это реально просто топчик из топчиков это настолько просто что ну я не знаю мне кажется и ребенку да и он это сделает в общем в чем прикол этой этого комби тюба смотрите вот у нас с вами дыхательные пути а вот у нас пищевод так вот комби тюб как бы вы не поставили как бы у вас не получилось это сделать вы в любом случае приведете пациента к интубации то есть просто засунуть ее и посмотрите вот здесь вот показано как она попадает в пищевод и благодаря этому благодаря ее строению она в любом случае будет питать как желудок то есть она будет идти как желудок так и в пищевод и это просто круто потому что вы никогда не ошибетесь и и смотрите еще если она питает все-таки в трахею что очень сложно сделать то движение воздуха по ней также будет проходить просто необходимо будет поменять трубки в которые вы будете вдувать и все мешок амбу переставить на разный труб и все и вы тоже выпиши еще ее плюс заключается в том что если вы попали в пищевод то через вот этот вот через вот эту вот трубку вы можете засунуть на загостральный азот прямо в желудочно-кишечный тракт что тоже круто то есть комби тюб это просто решение всех проблем преимущество трубки комби тюб в том что при применении отпадает необходимость в использовании лавингоскопа то есть опять же вам не надо будет сдвигать по оси да не надо наклонять череп уникальный дизайн изделия дает возможность быстро его установить и приступить к вентиляции легких при попадании устройства и в пищевод и в трахею глоточная манжета дает возможность удерживать трубку комби тюб в правильном положении исключая утечка дыхательной смеси через нос или рот пищеводная манжета исключает попадание дыхательной смеси в желудок и не допускает попадание содержимого желудка в дыхательной пути благодаря дополнительному просвету по всей длине трахе пищеводной трубки аспирацию содержимого желудка возможно проводить без прерывания вентиляции при установлении трубки в пищевод контроль положения трубки осуществляется при помощи рентген контрастной полосы тип-топ-тип тип-ту-тип в общем вот это рентген контрастная полоса благодаря применению предустановленного стилета изготовленного из алюминиевого сплава на время интубации трубки можно придавить нужный изгиб придавать нужный изгиб в общем это просто кайф вот я фанат медицины я посмотрел видос по тому как его интубируют с помощью неё я я в восторге просто глаза горят до чего же хороша наша медицина ну и наша разница мировая ну и наш тоже неплохо значит если мы если при угнетении сознания до сопора и комы проводят вспомогательную или контролируемую искусственную вентиляцию легких кислорода воздушной смесью содержание кислорода не менее 40 50 процентов обязательно как правило все больные с тяжелой череды должны быть релаксированы так как не контролируемые подъемы внутри грудного давления в сочетании с подъемами центрального венозного давления и внутри черепного давления должны быть предупреждены основными задачами искусственной вентиляции легких при тяжелых черепно-мозговых травмах является поддержание норма капнии то есть давление углекислого газа артериальное должно быть 36 40 миллиметров ртутного столба а также достаточная церебральная оксигенация должна быть плюсом обязательно пульс оксиметрии седатация или по-другому анальгезия адекватная седативная терапия позволяет уменьшить метаболические потребности мозга снизить вероятность возникновения и прогрессирования внутричерепного внутричерепной гибертензии это облегчает синхронизацию больного с аппаратом и в л кроме этого большинство препаратов используемых для седативной терапии обладает отчетливым противосудорожным действием внимание значит артериальное давление и синхронизация с вл что я имел ввиду практически все препараты которые применяются для проведения седативной терапии могут снижать артериальное давление особенно если у больных гиповолимия если мы говорим о опиатах и бензодиазепинов то здесь необходимо их обязательно титровать при глубокой коме и хорошей синхронизации больного с аппаратом и вл седативные препараты можно вовсе не использовать или же использовать их в минимальных газировках у больных с внутричерепной гипертензии требуется более глубокая оседатация позволяющая избежать эпизодов десинхронизации пациентов при проводении и вл двигательной активности и возникновение судорог для достижения оптимальной оседатации требуется индивидуальный подбор доз состава назначенных препаратов для седатации у больных с тяжелой чем-то наиболее часто используются наркотические анальгетики типа морфин пентанил сочетание с бензодиазепинами пропофолом и барбитуратами тенпентал натрий пропофол используем если у больного с тяжелой чем-то имеется сильное психомоторное возбуждение и признаки внутричерепной гипертензии а также если есть судорожный синдром но данные препараты могут использовать только специализированные выездные бригады анестезиологии и реанимации тенпентал натрия вызывает снижение периферического сосудистого сопротивления с последующей гипотензией которую следует ожидать апропофол может использоваться для седатации но также с осторожностью так как вызывает снижение сердечного выброса и с особой осторожностью при сердечной недостаточности его надо применять опять же из-за снижения сердечного выброса плюс у него такой же эффект как и у тенпентала что может привести к падению артериального давления при значительном снижении адени необходимо применить осторожное лечение нор адреналином короткодействующими мирокфанты и седативные средства при проведении ВЛ следует предупредить эпизоды несинхронности пациента с респиратором вызывающим резкое повышение внутричерепного давления введением как раз таки этих препаратов насыщение кислорода гемоглобина вытекающей в оттекающей от мозга крови должно быть не менее 60% снижение системного артериального давления не характерно для больных с изолированной черепно-мозговой травмой так как организм пытается поддерживать перфузию пораженного мозга повышением артериального давления низкое артериальное давление говорит о наличии у больного гиповолемия в любом случае гипотензия негативно влияет на исходы лечения и она должна быть быстро устранена АД необходимо поддерживать несколько выше 90 мм вт. ст. путем проведения инфузионной терапии изотонический раствор натриохлорида а также можно использовать коллоиды но лучше всегда начинать с изотонического раствора натриохлорида запомните, растворы 5% глюкозы в терапии пациентов ЧМТ не используются в том случае, когда артериальное давление не удается поддержать используют введение вазопрессоров, например, норадреналина но если вы вводите норадреналин, вам необходимо контролировать артериальное давление также можно использовать допамин но он может увеличивать степень отека мозга поэтому его по возможности не следует применять для этих целей если у пациента артериальное давление повышено, например, больше 160 мм вт. ст. в проведении гипотензивной терапии обычно нет необходимости так как повышенное артериальное давление нормализируется после начала проведения седативной терапии лечение внутричерепной гипотензии общие компоненты интенсивной терапии направленные на предупреждение и купирование внутричерепной гипотензии и примененные на докоспитальном этапе включают в себя положение с приподнятым головным концом на 15-30 градусов если же у пациента стабильное кровообращение если у пациента стабильное кровообращение если же у пациента гипотензия то рекомендовано горизонтальное положение также необходимо устранять двигательное возбуждение и судороги с помощью седативных препаратов или миорелаксантов поддержание адекватной оксигенации и устранение гиперкапнии показания для доставки в стационар обязательной доставке в стационар подлежат все пациенты у которых повреждения головы сочетаются с прогрессирующим ухудшением неврологического статуса а также пострадавшиеся стойким нарушением сознания общей мозговой неврологической симптоматикой или локальным неврологическим дефицитом судорогами проникающим ранением открытыми или вдавлением переломов черепа то есть всех этих пациентов он захвас брал на этом все спасибо за внимание и фильм который я сегодня рекомендую это Кот да Винчи абсолютно все части просто обожаю все спасибо за внимание надеюсь был полезен и чертовски интересен хотя бы вот этим фильмом вот 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 вот